Продолжение следует... Спасибо за представление. Да, сегодня мы рассмотрим основные методы, которые применяются... Ну, я выбрал такие самые наиболее популярные, которые применяются в теоретической химии для анализа распределения нейтроной полностью. Основной метод — это метод Бейтера, китае. Дальше у нас будет метод NCI, Non-Covariant Interactions Index, который чаще всего применяется для определения не валяных пунктов взаимодействий, для сравнения между их типами и их типами. И также в конце посмотрим метод ELF, электронный регистрацион фанкшн, который применяется для определения, для выделения, можно выразиться, расположения электронных пар в молекулах, в теоретических целях. Ну, прежде всего, стоит отметить, что с самого начала химия основывалась на таких понятиях, как атом и химическая связь между этими атомами. И изначально, то есть это одна из первых теорий, которая объясняла образование химической связи и объясняла, почему именно так атомы связываются, а не иначе, это была теория Юлиса, теория Валент-Фау-Юлиса. Далее в хронологическом порядке возникали теории, которые были основаны уже больше на квантовой механике. Это метод Валентных связей, метод Валент-Фау-Юлиса. И ближе уже к концу 70-х и 90-х годов, когда и расчётные методы стали более доступными, и можно было рассчитывать уже, к может быть, уже достаточно большие молекулы и твёрдые тела. А также из-за того, что появились автоматические диффератометры, которые позволяли не просто определять расположение атмосферки, а которые позволяли проводить, так называемый, прецизионный инвеструктурный анализ, когда весь эксперимент проводится в приспособной температуре, что позволяет уменьшить тепловые прибыльные аккумуляторы. Так вот, такой прецизионный РСА позволяет определить ещё и электронную плотность. То есть электронную плотность стало возможным получать не только теоретическими методами, но и экспериментальными. Ну, здесь, как вы видите, приведено уровень Шрёдинга. То есть изначально, да, больше внимания уделялось именно рассмотрению химического связывания атомов между собой с помощью методов молекулярной связи, методов молекулярных капиталей. Но потом, из-за того, что стала доступна электронная плотность, как теоретически, так экспериментально, стали быть элементы, которые позволяют анализировать само распределение фронтной плотности и, соответственно, таким образом выделять атом и химическую связь в этом распределении. То есть это просто то, что химии и химикам нужно. Да, ну и, конечно, у нас есть теорема Кроношама, которая утверждает, что плотность электронная – это фундаментальное свойство, которое характеризуется в новом состоянии системы. И, зная распределение электронной плотности в основном состоянии, мы, соответственно, можем отсюда выделить все необходимые нам свойства, будь это молекула или твердое тело. Вот, да. Ну и, опять же, повторюсь еще раз, поскольку ни молекулярная орбиталь, ни атомная орбиталь не являются наблюдаемыми, а являются некими конструктами, это просто решение уравнения, да, в то время как электронная плотность является наблюдаемым, волюнскими ментально получить. Методы, которые основываются на анализе электронной плотности, имеют свои преимущества по сравнению с более ранним, но до сих пор применяемым методом. Итак, здесь представлено, здесь в качестве примера рассмотрим молекулу формамида и распределения электронной плотности в ней. Ну, это такая типичная достаточно картина. Мы видим максимумы, да, которые соответствуют расположению ядер, атомов. Плотность электронная уменьшается экспоненциально при ударении от атомного ядра. Вот, ну, еще заметно также, что у нас есть такие сегловые точки, да, на линиях связи, которые можно вот прислать крипты, что опять-то и есть техническая связь. Ну, для более подробного анализа лучше рассмотреть не саму электронную плотность, да, еще хотелось бы отметить, что тоже одним из ранних методов анализа электронной плотности это была, назовем, деформационная плотность, когда у нас есть какая-то из плотности электронной, полученной каким-то методом, у нас вычитаются сферические атомные плотности, и тогда мы можем сказать, как перераспределились электроны, как перераспределилась электронная плотность в молекуле, в кристалле. Но этот метод достаточно мало информации приносил, поэтому дальше стали анализировать градиенты электронной плотности, то есть это уже электронное поле у нас получается, и здесь сразу же мы можем выделить, благодаря наличию поверхностей милевого потока, мы сразу можем выделить, называемые, атомные бассейны. В этих атомных бассейнах все градиентные траектории, то есть все градиентные траектории внутри данного бассейна, они начинаются где-то в бесконечности, ну, в случае маленького, давайте мы рассмотрим, и заканчиваются на атомном ядре. В случае кристалла, понятное дело, у нас изоперические условия, у нас всегда есть четкая граница для атома с любой стороны. Но как бы то ни было, все градиентные пути внутри данного атомного бассейна заканчиваются на атомном ядре. Что еще позволяет сказать анализ градиентов электронной плотности? Помимо вот таких градиентных путей, которые начинаются в бесконечности, заканчиваются на атомном ядре, у нас есть градиентные пути, которые связывают между собой атомные ядра. И они как раз таки пересекают вот эти поверхности нулевого потока. То есть таким образом, благодаря анализу градиентов электронной плотности, мы можем выделить уже сами атомы, которые... То есть изначально у нас были сферические атомы, после образования молекул, после образования кристалла, у нас как-то изменилась электронная плотность. И данный метод позволяет недвусмысленным образом четко определить атом, выделить атом внутри молекулы. Да, ну и поскольку это у нас был градиент, градиент у нас позволяет выделить критические точки в распорядении электронной плотности. А чтобы понять, что это за критические точки, нам необходимо посмотреть на весян электронной плотности в данной критической точке. Значит, это матрица вторых производных, которая позволяет нам сказать, является ли данная критическая точка минимумом, максимумом или это какая-то сезонная точка. Если диагонализировать гисиан электронной плотности и посмотреть на собственное значение гисиана, то в зависимости от того, какой знак и какое число знаков у собственного значения гисиана будут, мы сможем выделить 4 различных варианта критических точек. Значит, если у нас имеется 3 ненулевых значения собственных значения гисиана электронной плотности и все они имеют отрицательный знак, то вот тогда эта у нас точка соответствует максимуму электронной плотности, во все стороны у нее электронная плотность будет уменьшаться. Значит, такой критической точке будет соответствовать положению атомного электра. Если у нас имеется 2 отрицательных срочных значения, 1 положительная, это у нас седловая точка, которая соответствует так называемой связио-притической точке, Bonn-Pritical Point. Она лежит на связиемой плотности, вот, в которой я уже вам показывал. Поскольку в ней имеется 2 отрицательных, 1 положительных срочных значения, это что означает? Означается, что в двух направлениях у нас электронная плотность будет уменьшаться и в одном увеличиваться. Ну, точно так же определяются клецевая оптическая точка и клеточная оптическая точка, H-Pritical Point. Ну, давайте посмотрим пример, побольше примеров. И здесь у нас молекула фиталида-бора. Вот, и опять же, здесь все скомбинировано, все вместе. Вот у нас и факта распределения электронной плотности, и градиент электронной плотности, и, соответственно, поверхность внеопроводку. Ну, здесь показаны сами атомы, которые можно вытереть. Если обрезать на каком-то уровне электронную плотность, у нас получится, что мы можем выделить конкретно атом в составе молекул. Ну, и примеры атомных бассейнов. Да, ну, это у нас получается атомные бассейны. И здесь примеры атомных бассейнов для гидридных элементов второго периода. Какие же свойства позволяют нам просчитать метод Бейлера? Ну, прежде всего, этот метод позволяет определить строго, поскольку мы можем выделить без каких-то дополнительных параметров, без каких-то допущений, мы строго можем выделить, какой же объем внутри молекул принадлежит данному атому. И поскольку мы можем выделить этот объем, мы сразу можем посчитать заселенность электронную, то есть, по сути, заряд этого атома. То есть, мы вычитаем из заряда, мы считаем, сколько электронов, проинтеприровав по всему атомному бассейну, мы можем найти, сколько же там электронов принадлежит атомному бассейну данного атома. И, вычетая число электронов из атомного заряда, мы можем получить заряд атома. Это одно из основных достижений теории Бейтера, что мы можем выделить конкретно, какая же область пространства принадлежит данному атому. Ну, также, понятное дело, мы объем можем посчитать, энергию атома, ну и другие свойства, атомные диполи, квадрополи и так далее. Ну, например, вот это вот свойство позволяет нам рассматривать молекулу, то есть мы можем посчитать энергию отдельного атома, а энергию молекулу уже считать просто как сумму, ну, складывая, да, как сумма энергии отдельного атома. Ну, здесь, как себе примера, приведем такой вот анеон, бараны. У нас имеются связи критические точки, красные показаны, кольцевые критические точки и коллекционная критическая точка. Для молекул их число связано вот таким вот соотношением, кофу-пон-каре соотношение. В случае твердых тел оно немножко видоизменяется, но также оно должно соблюдаться, чтобы, ну, то есть это топологическое свойство вообще. И если оно не соблюдается, значит у вас где-то была ошибка в результате расчета или какая-нибудь численная, в результате численного интегрирования где-то ошибка закралась. То есть это соотношение служит для проверки качества расчета. Еще одним свойством, которое позволяет рассчитать метод Бейдер, является эллиптичность связи. Значит, эллиптичность связи рассчитывается как отношение первого собственного значения матрицы Кисиана ко второму собственному силу матрицы Кисиана. И оно близко к нулю, если у нас эти собственные значения одинаковые, это говорит нам о сигно-связывании. Ну, опять же, вернемся немножко к Кисиану. Значит, собственные значения и собственные вектора Кисиана показывают нам управление, вдоль которых имеется наибольшее изменение электронной плотности. Ну, в случае, здесь такой пример приведем, вот у нас два атома связаны, здесь какое-то сечение в критической точке, и диагнозированная версия Кисиана позволяет нам определить вот эти вот, вот эту систему координат, в которой кривизна электронной плотности меняется максимально. Значит, у нас имеется первая, вторая, ось и третья. Понятное дело, что если мы рассмотрим первую и вторую, она нам говорит о сферичности распределения электронной плотности в данной плоскости. Ну, и опять же, значит, это значение близко к кукумулю для сигма-связи, для динамок-связи, как вот здесь, например. Вот у нас имеет связь циаж, здесь даны значения тронной плотности критической точки, лаплы-сиан, и вот собственное значение динамок-связи, и, как мы видим, значения электричности очень мало. То есть у нас практически симметричное распределение тронной плотности. Можно сказать, что это у нас ординарная связь. В то время как для цц-связи в кольце там у нас при сопряжении как-то романтическая у нас, мы видим, что значение электричности уже достаточно большое, она убила, что говорит нам о том, что это, скорее всего, три связи. Ну и, понятное дело, если рассмотреть тройную связь, там у нас электричность опять будет равна ну и потому, что опять же, субиско-симметричное распределение электронной плотности. В общем виде взаимодействие между атомами можно разделить на взаимодействие между открытыми и открытыми оболочками. Ну, в теории примите называть. И для открытой оболочки для ковалентного взаимодействия, то есть, когда у нас имеется перераспределение электронной плотности, обмен электронной плотности между атомами, значит, ковалентная связь характеризуется у нас высокими значениями электронной плотности в кустические точки, отрицательными значениями плосиана, еще вот такой вот один параметр, это, которое отношение первого к третьему собственному значению адреса гисяна. Значит, это значение у нас больше единицы, в то время как для взаимодействия с открытой оболочкой это ионные связи, это металлические связи, у нас, наоборот, имеются низкие плотности электронной электрической точки, положительные лоплосян и больше, меньше, чем единицы значения в параметрах эдра. Да, еще я про лоплосян запомнил. Значит, лоплосян по сути является следом диагонизованного гисяна, и он нам говорит о том, что имеется ли в данной точке локально накопление или имеется ли сгущение или, наоборот, расплавление электронной лоплости. Ну и, понятное дело, почему для адвайентной связи это лоплосян ну вот, пример здесь показан, да, у нас ци-связь лоплосян отрицательный и цар-6 лоплосян отрицательный то есть в данной точке у нас локально нарастает электронная пленка в сравнении с окружающим пространством. Ну и вот пример того, как можно провести анализ связывания атомов в такой вот молекуле. Значит, это у нас формально в этой молекуле у нас имеется шестикаратинный кремний. то есть как бы у нас нарушается правило актета Юиса формально опять же, да, но если проанализировать распределение натурной плотности в этой молекуле, то мы можем видеть, что здесь у нас показаны лоплосян натурной плотности, красным показаны положительные значения, то есть уменьшение натурной плотности, отток из давных областей, синим показаны отрицательные значения соответствия. Значит, что мы здесь видим? Во-первых, у нас имеется сильный отток электронной плотности из кремния и формально у нас на этом кремнии заряд приближается к плюс-двуму. То есть у нас имеется сильный отток электронной плотности из атома кремния. Дальше, здесь мы видим, что для атомов фтора и кислорода у нас практически слишком симметричная электронная плотность, в то время как для азота у нас мы видим не это его не предоставленная пара как раз-таки направлена в сторону атома кремния. Если посмотреть на заряды атомами, то получится так, что из-за того, что у атома кремния по сути заряд положительный, суммарно число электронов, которое в его атомном бассейне, оно не будет превышать бассейн. То есть у нас по сути никакого дорушения правил актета не будет наблюдаться. То есть таким образом мы можем определить, что все эти связи на самом деле больше ионными являются. То есть вот эти все параметры если посмотреть, у нас и плотность достаточно низкая, и лоплосян положительный. То есть это все в основном ионные связи. все шесть связей, да? Все шесть, да. Ну да, потому что это... Ну вот кроме азота, она наименее такая, то есть там и лоплосян меньше всего, почти, ну, свару. Ну все равно, да, все равно даже плотность низкая, в критической точке. Вот для химика, да, это вывод был бы несколько неожиданный с одной стороны, потому что сразу хочется сказать, что есть четыре эквалентных связи, четыре или две, так сказать, вот этих вот, невоентных, условно говоря. Но с другой стороны у Кривни координация квадратная, что не характерно для четырех связей эквалентных, и что-то здесь не то, действительно, получается, что они все большинство. А можно сразу спросить, пожалуйста, можно ли вот это использовать для того, чтобы определять, насколько велика ионная связь, и вот эти металиты какие-то, насколько трудоемные? Потому что я сомневаюсь, будет ли котелон развиваться от каркаса? Можно ли определить вот эти методы недоставшими, там связь в воду, чтобы он удаловался? Ну, там немножко дальше сбегать вперед, я сразу только скажу, одним из, одной из специальных того метода, то есть, во-первых, метод больше приложен для атомов второго, третьего периода. Для Д-металлов у него начинают возникать проблемы из-за того, что для орбиталя это достаточно диффузное, и поэтому вот эти все свойства, которые рассматриваются и в плосиан и значение электронного плода с количественной точки они достаточно разразумными становятся. Та же проблема с ионными связями. вот, поэтому вообще, ну, то есть, да, можно определить, будет спокойно заряд на атоме, да, потому что мы можем четко определить границу атома в кристалле, в кристической структуре и посчитать заряд. Ну, и степень колониантности мы тоже можем посчитать. То есть, насколько данная связь между двумя данными можно сравнить с длинным таким же можно сравнить с длинным графом. Ну, то есть, вот таким образом мы переходим да, поддаем к связи с этим путям у нас получается молебулярный граф, который зачастую соответствует нашим априорным представлениям, да, о том, какие атомы должны быть связаны друг с другом в структуру. Ну, не всегда так, конечно, бывает. Проблемы и ограничения теории Бейбер, ну, я говорил, что начинаются проблемы при рассмотрении связей сильнополярных, да, натрий-хлор, молебоподдельный, для связи между атомом и металлом. Также проблемы возникают в случае межмолебулярных задействий, если они слабее водородных связей. Значит, повторюсь немножко, вот у нас эквалентные связи в воде и питание, достаточно большие значения порядка десятков, порядка одной десятой атомных единиц на, ну, ватт единиц все, 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 и достаточно низкие положительные значения лоплосяна. В случае водородной связи мы видим на порядок изменение всех этих значений. Значит, у нас и плотность электронная уменьшается на порядок, и лоплосян становится положительным, чтобы не эквалентном взаимодействии, но значение по модулю он также на порядок уменьшается. В случае еще более слабых взаимодействий у нас еще на порядок снижаются все эти величины, и есть работа, в которых утверждается, что вот такие значения плотностей зачастую получаются просто из-за перекрывания невзаимодействующих атомных плотностей. То есть данные выделенные критические точки в распределении плотности можно получить просто рассматривая несвязанные по сути атомы. То есть здесь метод становится очень чувствителен к шуму по сути. То есть сложно выделить где сигнал, а где шум. Поэтому для анализа слабых взаимодействий был предложен совсем но это относительно недавний метод non-covalent interaction index. Значит сильные валентные взаимодействия у нас характеризуются достаточно выраженным с низким с большой глубиной кривой взаимодействия в то время как между взаимодействием уже более неглубокими потенциалом взаимодействия между молекулами. Значит здесь основа метода составляет анализ вот таких диаграмм осеяний. по оси абсцисс у нас расположена электронная плотность в данной точке а по оси ординат у нас откладывается так называемый редуцированный градиент плотности ну или относительный градиент электронной плотности значит эта величина она при уменьшении тронной плотности она имеет очень большие значения так вот если рассматривать вот отдельно молекулу данный данный диаграмм рассеянин отдельно для молекулы воды для молекулы метана это будет вот такая картина у нас наблюдаться то есть помимо по мере того как у нас уменьшается значение приведенного градиента электронной плотности у нас повышается электронная плотность то есть где-то вот здесь вот уже за графиком у нас данные распределения будут пересекать вот эту ось и они соответственно будут соответствовать как раз таки критическим точкам связи то есть когда у нас опять же градиент нулевой это критическая точка и это будет соответствовать связиным путям связи литератическим точкам в воде и в металле но если рассмотреть димеры воды и муравьи остальные у нас появляются такой отличием в регионе где у нас низкие значения приведенного градиента и низкие значения электронной плотности у нас появляются вот такие пики опять же они начинают соответствовать критическим точкам которые возникают при образовании вот таких водородных связей Ну, если вот это, например, соответствует образованию водородных связей, то здесь где-то физическая точка, здесь у нас нулевый градиент, вот у нас это значение, и при этом значении электронной плотности у нас будет нулевый градиент. Вот этот вот ПИП у нас соответствует вот этому взаимодействию, у нас тут еще ниже электронная плотность, но опять же градиент, то есть это, по сути, будет, например, соответствовать к лицевой физической точке, вот этот ПИП. Но, чтобы различить между собой взаимодействия межмолеприарных, которые являются связывающими, вот не связывающими, было обнаружено, что если рассматривать диаграмму рассеяния, где у нас по оси абсцисс приведена электронная плотность, умноженная на знак второго собственного значения матовца гисяна, тогда у нас получается разделить связывающие взаимодействия межмолеприарными, вот не связывающие. Для связывающих взаимодействий, вот как здесь, в демереволепроды, у нас знак второго собственного значения отрицательного. Для тех взаимодействий, которые соответствуют невзаимодействующим, например, это какие-то стерические контакты, или густерическое опалкивание, да, между такими взаимодействиями, мы считаем молекул, там второе собственное значение гисяна, но положительное. Ну, вот, например, как здесь, да, в минифторе бицикла актена, вот тут внутри этой клетки, вот этот пик соответствует вот этой области, которая находится в центре минифтора. Вот пример демера метана, очень низкая электронная плотность, слабо связывающая, слабо стабилизирующая взаимодействие между молекулами. Ну, и вот приведены, опять же, примеры, да. Значит, вот он уже рассмотренный демер-бровинокислоты, вот у нас водородные связи, которые стабилизируют отталкивание между водородами. Вот у нас демер-бровинокислоты, да, опять же, можно визуализировать как раз. Дисперсионное взаимодействие между двумя молекулами, там достаточно слабо. Вот, опять же, пример молекулы бицикла актена. Внутри у нас здесь наблюдается отталкивание этих частей друг от друга. Ну, и вот здесь вот, например, для молекулы октана, звезды клеона вообще, у нас имеются здесь некие исторические такие взаимодействия. То есть регионы, где наблюдается историческое отталкивание между метильными группами соседних. Да, но еще что-то хочу сказать, что одним из преимуществ методов стало то, что можно и не рассчитывать электронную полность, а можно применить метод паракристалл. Тенденции. То есть когда у нас просто, опять же, суммируются сферические атомные электронные полности, незамедляющие атомы. То есть можно рассматривать достаточно большие молекулы, такие как молекулы белков. Ну, и вот здесь тоже все было, вот эти все инсайд-графики были получены для метода, для электронной плотности получены методом паракристалл. А вопрос все-таки вот по этому методу. То есть тут же все равно анализируется значение электронной плотности, там градиентов электронной плотности. У Бейбера проблема была в точности, как я понимаю, то есть при определении валентных контактов. Все это на уровне шума, то есть на уровне фактически точности определения электронной плотности. А здесь-то тогда где же преимущество? То есть мы рассчитываем те же величины, по идее, с той же точностью. А здесь преимущество в том, что там у нас рассматривались только гидические точки, и здесь у нас рассматривается вся электронная плотность в неком регионе, в неком области пространства. То есть из-за этого, получается, эта труба рассеет? Да, да, да. Ну раз уж начали говорить, вот, вот там, где у вас сильный, нет, вперед теперь. Табличка, вот, вот я сейчас смотрю, вот, сильное и притяжение, сильное и отталкивание. Почему у вас там, и там, и там больше нуля, и даже больше нуля. Я думаю, что это такое. Почему так? Ну, наоборот, должно быть, да. То есть если отрекция, то у нас... Собственности нет. Собственности нет. Здесь меньше. Тут неправильно. Ну, понятно, достаточно. Ну, и последний метод, это ELF, электронный предъявленный function. Значит, и life принимает значение от нуля до единицы. И рассчитывается вот по следующей форме, где вот это с вагаемой соответствует избытку кинетической... избытку плотности кинетической энергии, которая вызвана принципом запрета плавы. Нормируется она на плотность кинетической энергии для гомогенного электронного база. Значит, если у нас вот это значение маленькое, тогда ELF будет близко к единице и будет соответствовать как раз таки значениям регионов, области пространства, где отталкивание, вызванное принципом паули, оно не стоп. И, соответственно, ELF будет иметь низкие значения близких нуля там, в области пространства, где электронной пары не находится, соответственно. Ну, опять же, значит, принцип из ответа плавы говорит нам о том, что в квантовой системе не могут находиться два фермиона, которые имеют одинаковое значение квантовых чисел. Ну, в нашем случае, понятно, делают электроны с одинаковым спином. Значит, из-за этого возникает дополнительное отталкивание между этими электронами, поэтому их движение начинает быть коррелировано друг с другом. Вот, поэтому та область пространства, которая соответствует электронным парам, электронами в них противоположные спины, значит, отталкивание из-за принципа паули там будет уменьшаться, и, соответственно, вот эта вот добавочная плотность кинетической энергии будет уменьшаться. Ну, то есть, поэтому, соответственно, вот это слогание все будет уменьшаться, и ELF будет близко к единице. Ну, значит, метод ELF позволяет выделить оболочную структуру атом. Вот здесь приведен пример для парадона, если я не ошибаюсь. То есть, вот у нас... То есть, все-таки, резюмируя, ELF равно единице в области локализации электронных пар. Да. Наоборот, если оно ровно нулю, то там, так сказать, ну, как бы спин, суммарный спин нулевой, что ли? То есть, вот у тебя вопрос, где ноль, там что? Где ELF равно нулю? А ELF-то нигде, по-моему, не равно нулю. Вот, судя по ходу. Ну, она очень близко. Не, она очень близко может быть, а если вот здесь... Дима, близко. У вас единица, то... Там, кстати, минус первой степени... То есть, если вот эта единица, если вот этот шклад очень большой, если... Получится очень близко к кинетическому значению. Если кинетическая энергия очень большая, то получается ноль. Вот. Ну, кинетическая энергия будет большой там, где, соответственно... С одинаковым спинным электроном. Да, с одинаковым спинным. Вот. Ну, просто дело-то в том, что, вот, например, скажем, хорошо. А можно тогда сказать, в чем вот разница этой функции по сравнению, скажем, с распределением спиновой плотности? Спиновая плотность нам показывает, где у нас мы скомпенсируем спин, где есть не спаленные электроны. Вот. А здесь есть какая-то корреляция со спиновой плотностью вот в этой функции? Понятно... Ну, просто здесь, видите, у нас еще есть вот эта вот величина, которая содействует кинетической... плотность кинетической энергии для электронного газа, то есть здесь относительно электронного газа рассматривается. Насколько сильно происходит скоррелированность движения между электронами по сравнению с электронным газом. То есть если у нас есть скоррелированность, тогда у нас это соответствует... Ситуация соответствует электронный парик связывающий. Тогда у нас геология будет... План будет чуть не мешаться. Ну да, то есть это принципиально иной. Да. Ну вот примеры, да, у нас опять же этан, этилен, этин. Все достаточно ожидаемо. Также вот и непределенная электронная пара можно здесь выделить в этих молекулах. Ну и вот для твердых тел, да, у нас, опять же, вот у нас алмаз. Вот у нас этот максимум белое. Для азота у нас имеется. Можно выделить, во-первых, пик, который соответствует связи между азотами. Дальше 1С оболочка атома азота. И вот опять же непределенная пара, которая находится около бездорной азотой. И вот для мадрихлора, типичная для ионной связи, у нас низкое значение. То есть там и плотность низкая электронная, понятное дело, и я на этот лесок люблю. То есть здесь вот выделяются, помимо всего прочего, еще и оболочки атомные, да? То есть это разные типы электронных оболочек на атомах. А вот опять, извините, вот назад еще, а вот эта формула с кинетической энергией, она вообще как-то связана с кинетической энергией? То есть вопрос, как рассчитывать с кинетической энергией? Ну, например... Рассчитывать я конкретно здесь не приводил. Ну, на самом деле здесь было бы хорошо закончить каким-то слайдом с программами, которые позволяют рассчитывать эти величины, проводить анализы. То есть вот, допустим, для того, чтобы рассчитать ELF, что нам нужно технически сделать? Вот у нас есть молекулы, что мы должны, какие программы использовать, например? Вообще все эти методы, прежде всего, требуют выдачи электронной плотности в каком-то формате. Это может быть волновая функция . Это может быть формат типа Qube, когда вам используется grid, в точках которого у нас записана информация о электронной плотности. То есть это первое, что нам нужно — информация по электронной плотности, в любом виде. То есть есть, я думаю, для всех этих трех методов есть программы, которые или то, или то, или все вместе могут принимать в качестве входных данных. Значит, да, я, к сожалению, не принимал программ, которые... Ну, это достаточно распространенная программа, то есть, насколько я знаю, вот мы, кстати, пробовали критик, критиком считали. Он как раз-таки позволяет метод Bayder, Bayder-овский анализ проводить. В WASP есть встроенный, буквально, встроенный расчет, по крайней мере, зарядов атомов. То есть можно в WASP дополнительными кейлордами поставить расчет зарядов, рассчитанных через метод Bayder. То есть это все достаточно широко распространено. NCI, вот я вчера видел, есть даже вплоть до библиотеки на Python, которая позволяет просто... Она и как библиотека может работать, и как отдельная программа, или скрипта. То есть все это достаточно, как бы, все возможное. Ну вот, у меня все-таки, да, еще один уточняющий вопрос. Резюмируем, можно сказать, что, допустим, Bayder-овский анализ, ну, он достаточно общий, его можно использовать для анализа, там, наличие эквивалентных, невалентных взаимодействий разного типа, наличие, там, пустот в структуре, там, каналов даже, если брать, там, критические точки, плюс один, плюс три. Вот, у него есть свои недостатки, которые были отмечены. Значит, NCI используется для анализа именно невалентных взаимодействий, если вы хотите определить наличие их, да, там, и тип. Вот ELF, все-таки, да, понятно, что это, так сказать, наличие, там, каких-то электронных пар. А вот, для каких конкретных химических задач это может быть использовано? Вот, расчет ELF. Ну, понятно, мне сразу, конечно, приходит на ум, да, определение наличия определенных электронных пар, где они локализованы. Еще где-то. Ну, определение связанности в... Ну, опять же, если взять, например, смотреть такой случай, как вот, был приведен в разделе про метод Бейдера, то есть, например, вот этот анион. То есть, опять же, здесь можно посмотреть, а где здесь электронные пары, которые связывают атомы, где они находятся. Тот же Боран взять, да, простейший. Опять же, я думаю, все три метода, и QTAIN, и ELF дадут нам информацию о том, что между Борами, между атомами Бора, в Боранде, там, нету прямого энергетика. Все через мостиками атомного народа. То есть, вот для определения, опять же, о том, в котором связаны между собой. А вот у вас, к примеру, вы проводили, что было соединение с неподеленной электронной парой, и вы нашли аналог, в котором вместо электронной пары атомы, азота или кислорода. Да, кислорода. Это, да, здесь как раз понятно, это очевидно. А вот именно здесь можно, да, еще анализировать и, как бы, скажем так, перекрывание этих орбиталей, перекрывание, точнее, электронных облаков, соответствующих этим, так сказать... Кратной связи, если там, азот в несколько пиках. Тип связи, может, еще более ионные? А для более ионных у нас что будет? Там будет меньше локализации электронных. Ну, то есть, они будут локализованы на атомы, будем так говорить. Да, а для аквалентных локализованы на свет. Ну, да, то есть, вот эти картинки-то, они быстро как-то проскочили. То есть, да, вот и получается, если брать там первую натрий-флор, то, да, в центре между атомами получается минимум. А максимум, по сути, на атомах уже пошли. И причем это разные оболочки. Вот, кстати, для ремня, да, у нас вот есть два пика, которые, как раз-таки, в районе одной-второй пела, то есть, как раз-таки, вот у нас есть тронный глаз. Ну, металик. Можно тоже угодно сказать? Ну, окей, получается, итоговая цель – это вот тип связи, допустим, монетный или инвалентный, ионный или аквалентный. Вот. Ну, а зачем нам нуждать информацию дальше? Ну, мы узнали, какая разница связи, допустим, какой тип связи, и что дальше, что это нам дает. Дирекционную способность можно, по крайней мере, определять. То есть, да, почему-то, наверное, надо было привести пример, когда, ну, опять же, это был метод Бейдеровский. Бейдеровский анализ, анализ локласяна электронной плотности. То есть, анализ таких карт позволяет определить, будет ли, например… То есть, помимо того, что определяет, что за связи, да, между локлами, какой порядок, приблизительность и ионности. Ну, а от этого, соответственно, зависит и реакционная способность. Реакционная способность в чем выражается? В прочной связи. Нет, будет ли реагировать, например, данный молекул с какой-то другой. И если реагирует, то почему, если не реагирует? На каком принципе базируется? Будет ли оно реагировать? А как мы поймем, будет ли оно реагировать? Ну, например, если у нас имеется достаточно сильное… Вернемся к вот этому примеру. Значит, у нас здесь видно, что сильно с атома кремия стянута электронная плотность. Если посмотреть вообще общее изопровергность локласяна, например, то мы можем определить, есть ли тут некие такие проглавы в этом локласяне, которые соответствуют значениям нулевому, да? И значит, что с этой стороны можно, например, подойти к нублеофилу и атаковать атом кремию. Если таких нету проглавов, да, то есть мы можем заключить, что треморействия не будет. А для невариантных взаимодействий. Тоже для, получается, применениями, для нахождения этих взаимодействий, водородной связи и прочее. А в этом случае работа приложения, то есть химических акций там нет, как мы… Определить прочность, насколько прочная эта водородная… А зачем? Ну, если написал ты грант, например, по теме, которая включает в себя насчет прочности водородной связи? В ГНО, например, находит кремляцию с теплотой сублимации или точностью столетической решетки. А вот так, экспериментально подтвердите, что у вашего расчета есть, например, по определению прочности связи и инфляционных способностей с ответственной связью. Ну, инфляционный способ, то есть, по-моему, провести реакцию. Если теплота сублимацией, то механизм он даже совершенно другой. То есть, как, вот с этроскотическим примером, подтвердить, что теория Вейдера действительно существует и… Нет, смотря, смотря, какое свойство мы рассматриваем. Опять же, если это реакционный способностей, то, пожалуйста, пробуешь привести реакцию. Идёт – не идёт. Если энергия субнимации, ну, хорошо, берёшь, проводишь, считаешь эндольпию субнимацией. А есть примеры, когда должен идти, но не идёт? Ну, я думаю, есть. Ну, это уже… Нет, у каждого метода есть свои плюсы, свои минусы. И есть область его применимости, понятное дело. Я же опять говорю, что в QTAI, например, есть проблемы со слабыми занятиями, есть проблемы с связями металл-металл. Ну, то есть, опять же, нужно в комплексе применять. То есть, каждый метод даст какую-то свою информацию. То есть, этот взгляд на проблему с разными сторонами получается? По сути, вся теоретическая органическая химия основана на анализе эффективных зарядов на атомах. Если так, все механизмы органических реакций, в основном, основываются на этом, если уж так говорить в общем. То есть, заряд, например, это основа, там, так сказать, всего в плане анализа реакций межмолекулярных. Да, да, да. Вот. Ну, и тип связи, естественно, тоже. Йонный эквивалент – это тоже очень существенно с точки зрения анализа реакционной способности. То есть, где-то связи легко рвутся, где-то, ну, что-нибудь, растворимы в воде, или там, в полярах растворить их или наоборот. Нет. Ну, и так далее. А вот у вас, по-моему, где-то на работу вышло тоже? А, нет, да. А, твердым металлитом, там, на другой машине. Нет, ну, твердым металлитом тоже было. Вот, Андрей Голл как раз-таки предложил. Как раз-таки критик использовался. Электронная комнатность, полученная металлитом ProCrystal. То есть, коммуникации расчетов нужно проводить. Можно определить путь, по которому, вероятнее всего, пройдет Ион в твердом теле. То есть, мы берем, делаем две вакансии, начальную и конечную точку, в которую Ион придет. Проводим, получаем металлитом плотность металлитом ProCrystal. Потом анализируем ее методом Брейтера. У нас появляется связь любую путь, который связывает начальное и конечное положение Иона. И, понятное дело, что он уже будет более обоснованным для расчетов Nebel, например. Да, поскольку, во-первых, зачастую в Nebel у нас используется линейная интерполяция между начальными и конечными положениями. В некоторых случаях это достаточно справедливое допущение, когда у нас просто Ион из одного положения приходит другое, прям по прямой. То есть, ты видишь, что это будет. Если же путь какой-то явно должен быть искривлен, из-за того, что какой-то Адом прихорождает путь по прямой, так вот этот искривленный путь как раз таки можно получить приближенный. Его можно сдать в качестве первого приближения для расчета Nebel. По сути, это может ускорить сходимость всего расчета. Ну и избежать каких-то совсем уж нереалистичных конфигураций в данном расчете. Корреляцию не нашли между параметами Ионной годности и Члеба-Ера? Есть, есть такая корреляция, но опять же не до всех переходов. То есть, если переход, скажем так, сложный, когда сильная пертурбация происходит в структуре при перемещении Ион, там эта корреляция достаточно разнувается. То есть, для каких-то простых переходов, да, там есть достаточно простая корреляция, в сути, линейная зависимость между значением плотности кольцевой точкой, то есть через окно, через которое проходит Ион, и барьером микрофона. Опять же, то есть, если мы рассматриваем динамический процесс, да, то есть всегда будут какие-то искажения в прогнозе, если мы основываем свои догадки на статической картине, на рассмотрении статической картине, то есть просто исходной структуры веса просто 2 кг. Да, какие-то у нас есть для этого допущения какие-то основания, но, опять же, не всегда всё будет работать. Да, пожалуйста. В методе Бейдера Вы сказали, что кратные связи различаются по типу эллипстичности, да? Да. И сказали, что в двойной связи она явно отличается, а в одинарной и в тройной она близка к нулю. А как вот их разделить между собой? По длине. Ну да, по длине, по величине в электронной плотности технической точки. То есть, понятное дело, для тройной будет больше. Еще вопросы? Да. Вот такой вопрос. Ты думаешь, в любых этих методах очень сильно зависит от исходных данных. То есть, как посчитана была электронная плотность. И разные результаты, разные исходные данные могут сильно повлиять на конечный результат. Это так? Да. Вот я пока готовился, читал… Ну, то есть, для метода Бейдера, да, это так. То есть, если мы рассматриваем, опять же, теоретическую рассчитанную плотность, опять же, зависит от того, каким методом мы считаем. Если экспериментально, при каких условиях, насколько точный получился эксперимент, насколько хороший кристалл был и так далее. NCI, ну, он достаточно такой качественный метод, поэтому там можно и про кристалл вполне себе спокойно пользоваться. И да, отличия будут, но не сильно. То есть, это такой метод просто визуализации, посмотреть, где климат есть. В случае с ELF я видел, что там не будет качественных различий, если применяется разный метод расчета электронных классов. Поскольку количественных будут, качественных не будет. То есть, если есть область, если находится область, где у нас имеется на данном уровне значение ELF электронная пара, то она будет при любых методах расчета. Ну, в случае с Бейтером, опять же, возвращаясь, тут и сама величина, плотность технических точек и, может быть, даже с самой плотностью, самые метрические точки могут реализоваться. То есть, критерий какое-то качество есть, вот получилось, то можно как-то оценить, а это хорошо действительно получилось или нет? То есть, это только практика нам покажет, проект или модель, правильно? Ну, в случае Бейтера, во-первых, надо рассчитать, например, в формуле O, X, O, O, N, G, R, вот это соотношение, да, у нас получилось ли то соотношение каких-то точек ядерных, с ядерных, и целых и так далее. То есть, опологически вообще эта система адекватно отмечилась, нет каких-то вырожденных точек критических, Это связано с тем, как электронная плотность была задана, то есть тут в общем-то все перемещается на электронную плотность. Хочешь убедиться, посчитай ее разными методами, уточни там, убедись, что у тебя структура уточнена там хорошо и так далее. Все определяется своим этим. В принципе, этот метод основан используется для анализа единичных структур. А может ли эти методы, точнее методы, дать информацию о соединении в целом? Какой-то дискриптор получается или так нельзя? Ну, опять же, основа есть на небольшом опыте работы с методом, приложенным Андреем Боевым. Ну, он же рассчитывал, там у него были десятки структур, твердых электродизм, достаточно большое число путей, которые рассчитывались. Из-за того, что применялся метод прогристал, достаточно быстро все было. Сам расчет, сам анализ горизонт-ритронной плотности методом ГРД, он тоже достаточно быстрый. То есть, понятное дело, это намного быстрее, чем метод ДФТ. Все быстрее, по-моему, число рассчитать. Относительно дискрипторов, ну, опять же, можно использовать в качестве таковых, например, значения электронной плотности, технических точек. Ну, то есть, вот такие... Список какой-то, да, допустим, и его сравнивать с разными структурами, к примеру, правильно? Ну, сейчас уже вот я могу сказать без уточнения, что есть данные о десятках тысяч кристаллов, рассчитанные методом Бейдера. Может быть, даже за сотню тысяч кристаллов. То есть, это масса уже расчет становится. Можно обратно по динамике? А вот интересно, если вот... Там вот есть окошки, да? Ну, получается, кольца, да? Можно ли оценить из этого канала прощность вот этого самого кольца? Ну, или не прощность, а насколько она информируема, например, для тех же тройных коллективов? Мы берем не только плотность в самом центре кольца, но еще и для всех связей путей. То есть идет корреляция между характеристиками электронной плотности в технических точках в кольце Вместе с коллективистиками жесткости кольца. Насколько оно подвижно? Возможно, попробуем. Ну, либо по-проложность, либо... Дышащие кольца. Дышат они уже, все. Да, ну вот я еще... Хорошо, что напомнил про механические свойства. Значит, еще один из недостатков метода крейдера. Значит, если у нас, опять же, происходит смещение атома, понятное дело, у нас будет меняться набор технических точек. И, то есть, это меняет тоже чувствительным положением атома. То есть, например, если у нас экспериментальная электронная плотность, и, например, там было какое-то распорядочение, у нас будет разуметь электронную плотность, у нас все получится... Ну, то есть, вот эти технические точки, которые получатся, примерно из такой электронной плотности, у них будет, ну, недостаточно надежда. Один из вариантов здесь такой, что при механической деформации, в принципе, не должна меняться топология критических точек. Вот, если это так, то, в принципе, процесс может быть обратим. А если что-то поменялось, то уже, скорее всего, назад не вернешь. Ну, для примеров переходов, которые вы, на самом-то же, прогнозируете, там как меняется распределение электронной плотности, которым, соответственно, эти связи... Ну, да, да. То есть, тут, на самом-то деле, вот эти вот все дискрипторы, они могут быть применены в других наших задачах, вот, как дополнительные, ну, дополнительная информация. Ну, у меня вот тоже вопрос, как дополнительная информация. Мы скриннинг проводим, а если ездим, летаем там сотни каких-то перспективных троллитов, может быть, давно пора уже прицепить, так сказать, за расчет бейбера к этим с людьми, когда мы ввели? Давай, помню. Или это вопрос конкретно? Вопрос конкретно. Давно пора, да, да. Ну, вот как раз для этого мы такие лекции делаем, чтобы задумались все, где это еще можно применить. Еще вопросы? Так, ну что ж, спасибо, да, еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, ну, лекция очень интересная, я думаю, в качестве обзорной такой, и здесь, как мы видим, для нас много приложений есть. В принципе, вот все эти расчеты у нас можно осуществлять, другое дело там, где больше опыта у нас, где меньше в этих расчетах, вот, но, тем не менее, особенно вот для химиков, к химикам я обращаюсь, в первую очередь их надо осваивать, физики у нас считают электронную плотность успешно, вот, а химики должны ее как-то использовать дальше, максимально для химических проблем. Это будет полезно вот с такими программами познакомиться. И самое главное, их сейчас активно используют, ну, по крайней мере, NCR еще так я как-то не особо видел часто, а вот ELF, например, это, я не говорю уже о бейдере, конечно, ELF используется все чаще и чаще в анализе, и надо оставлять себе что-то такое. Все, спасибо. Пригодно надо обестрелить в слоте по кругу и provocative вверх. Если в атаках ваших городов есть, по-каком, много мы сояхanes на с decorating в канале. В своей идее он Aurє producing черный текст. Я говорю, что пришли в честные в перевязке другу. Продолжение следует...